4 сентября 1975 года официально считается днём рождения игры. В этот день впервые вышла в эфир семейная викторина «Что? Где? Когда?». С момента первого появления в эфире центрального телевидения телевикторина сразу завоевала симпатии многочисленной зрительской аудитории. За время своей интересной и длительной жизни на телевидении передача приобрела огромное количество друзей, партнёров, поклонников и желающих сесть за стол игроков, она постоянно изменялась, идя в ногу со временем. Создатели придумывали новые правила, разрастались команды, менялись интеллектуальные лидеры, совершенствовалось и само игровое пространство. Сегодняшнее состязание на знаменитых площадках «Что? Где? Когда?». И прославленные брейн-ринги существенно отличаются от тех, которые можно было увидеть в прямом эфире 10 или 20 лет назад. Например, в 1975 году ни волчка, ни совы в передаче ещё не было. Волчок игроки начинают крутить лишь в 1976 году, а живой символ передачи Филин Фомка появился в зале ещё через год. Знатоками участники передачи впервые называются в 1979 году, и в игре появляется первая музыкальная пауза. Первый чёрный ящик, появился в 1983 году. А первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 года, и с этого момента передача «Что? Где? Когда?» выходит только в прямом эфире. С 1975 года бессменным автором, а с 1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, генеральный директор телекомпании «Игра», академик Российской академии телевизионных искусств ТЭФИ. 30 декабря 2000 года Владимир Яковлевич провёл свою последнюю игру. После его смерти ведущим викторины стал Борис Крюк, экс-ведущий телепередачи «Любовь с первого взгляда». Телевикторина что? Где? Когда? Это тест на интеллект и способ развития интеллекта. Зная несколько фактов, сопоставить их, найти логический ход и вычислить совершенно новый, ранее неизвестный факт, именно в этом заключается высочайшее интеллектуальное удовольствие, которое приводит в эту игру тысячи новых и новых поклонников.